Дискуссия о том, во что обходятся третьи руки, стара, наверное, как государственный аппарат, который эти третьи руки иногда создает. В масштабах города особое значение эта дискуссия приобретает накануне отопительного сезона. Во всяком случае, так читают в Кореоэнерго, называя обидным словом перекупщики, муниципальные предприятия электрических и тепловых сетей, которые распределяют энергию, обслуживают сети и собирают деньги с населения. Надо уходить от формы перекупщиков. Это лишнее звено, которое не имеет никакого смысла. Это такие же наши коллеги, те же профессиональные, так же профессионально работают. Но платить человек должен в энергокомпании. То есть Кореоэнерго вырабатывает электроэнергию на гидростанциях. То, что нам не хватает, мы покупаем у Кольской атомной из главной сети РАОС России. И продавать мы должны тем людям, которые сразу потребляют. Любое промежуточное звено, это пусть небольшие, но дополнительные расходы. В Петрозаводском предприятии электрических сетей считают, что если даже их ликвидировать, ничего не изменится. Все равно кто-то должен будет сети обслуживать и поддерживать в работоспособном состоянии. А это более 2000 километров разных линий электропередач, 400 трансформаторных подстанций и так далее, и так далее. Чтобы не складывалось мнение у наших уважаемых телезрителей и наших горожан, что мы заявляемся только перекупкой. То есть сидит контора, грубо говоря, которая покупает по дешевой цене на оптовом рынке электроэнергию в энергоснабжающей организации, в частности Кореоэнерго, и продает ее по более дорогой потребителям, и на этом, как говорится, жреет и сочет кровь потребителя. Нет. Наши тарифы на электроэнергию регулируются государством. Сегодня то, что датирует бюджет в тепловые, в электрические сети, в городские, я имею в виду, мы будем иметь прямые отношения с бюджетом. Я думаю, что и бюджету, и местному бюджету, и республиканскому будет в этом плане проще работать. Ну, такое мнение, вот я общался с энергетиками, не с энергетиками, а с коммунальными энергетиками, вот в частности был в Самаре, в достаточно большом городе и очень промышленно развитом. Они прямо говорят, что идет последняя возможность забрать вот эти живые деньги от населения в систему в России.